Дорогие друзья, рекомендую вам подписаться на канал Tails TV. Tails TV это прежде всего мультигейминг канал, где автор проходит самые разнообразные игры на любой вкус, такие как Firewatch, GTA Online, Planetside 2, Star Wars Battlefront, Fallout 4 и многое-многое другое. Оригинальное видео и интересный автор, что еще нужно для хорошего времяпрепровождения. Ссылка на канал в описании под роликом. Подписывайтесь. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Тямыч и сегодня наша серия, так же как и предыдущая, начинается с предложения Пергамы. Пергам это такой, блин, сука, массовик-затейник. Что же, они предлагают нам вступить в войну с селевкидами. И это важный момент, ребят, потому что если мы сейчас их поддержим, то есть если мы ответим на их предложение, то, соответственно, с их клиентскими государствами, да, такими как Мидия, Дрангианы и так далее, мы воевать, по сути, по идее, не должны и не будем. То есть мы будем воевать только с селевкидами, вроде как. Поэтому сейчас на самый благоприятный момент. И давайте-ка начнем с раздела некогда Великой Империи. Я думаю, совместными действиями с Пергамом мы селевкидов таки распилим. Поэтому сейчас будет барабанная дробь. Мы начинаем войну с Великими Селевкидами. Я рискую, но этот риск оправдан. Поехали. Что же, чую будет сейчас еще тот хардкор? Да уж. Так, смотрим, у кого там повышение ранга у наших агентов. Сейчас качаем их, само собой. Так, давай хитрость и, соответственно, сановник. Что же, жребий брошен. Понт решил, что он будет делать. Мы начинаем войну. Войну с селевкидами. Так, как раз наш агент оказался тут как тут. Надо как-то укрепить Мазаку. И посмотрим, посмотрим за действиями. Так, они голодают. Так, максимум они могут дойти до суда. Так, то есть могут выйти на самосаду, да? Причем могут пройти либо вот так вот, да? Либо так. Яростные химеры. Да, надо резко, резко, резко начать, начинать строить уже. Так, 11. Так, самосада, самосада, смотрим. Так, усадьба. Пищи 7. Так, 7 пищи, в принципе, круто. Круто. Можно построить усадьбу в самосадке, но, 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 так, надо подумать. Так, если мы сейчас выйдем на этом ходу, да, до Тарсуса. Так, они выдвинутся, соответственно, к нам. Тарсус придется в любом случае брать. Они захватят самосаду, блин, так. Короче, пока выжидаем. Пока выжидаем, ребят. Я вот просто еще думаю. Так, любимцев Персифона, что ли, нам направить пока что вот сюда? Либо, либо, либо пойти продолжать экспансию. Захватить Анфею и Одессас. Не знаю, тут, может, своими силами справимся. Вот, блин, не знаю, надо подумать, ребят. Так, знаете что, давайте пока что, наверное, зайдем в лес. Блин, хотя мы, блин, с другой стороны, так. С другой стороны, в случае чего, можно дойти до Тарсуса будет. Так, что же нам делать третью армию? Пока что, блин, мне на самом деле так неохота это все делать, но... Видимо, нам надо любимцев Персифона и будет перенаправить в другое место. И с Адрицами пока что сделать договор о ненападении. Блин, не хотят, черти. Так, что у нас в некомедии? В принципе, у нас тут почти что полностэк, да, как я понял. Так. Ну, придется, да, все имеющиеся силы сейчас направить обратно. Так, Андраам, гоу к Мазаке. Сейчас, я чую, будет нехилый такой замес. Так, с Адрицами еще пока будем делать. Может быть, давайте попробуем с ними поторговать. Не хотят тоже, да? Так, ну, может, они чуть подобрее к нам станут. Я просто не хочу, чтобы они брали нам некомедию. Поэтому, с другой стороны, нам нужен флотец тут. Давайте сейчас ужас Харибды. Харибды направим тоже в некомедию на всех случаев пока что. В принципе, самому побережью ничего пока что не угрожает. На данный момент. Но это только на данный момент. Такс. Короче, надо посмотреть. Жмем конец хода, смотрим на дела, которые у нас будут происходить сейчас. Что будут делать левки, да что будут делать пергам. А на самом деле, мой план прост. Мы сначала добиваемся левкидов. Ну, точнее, берем все злачные места у них. А потом, потом разворачиваемся к пергаму и добиваем его. Так, диаскор разбит. Ну, точнее, он обнаружен. Ну и бог с ним. Так, что у нас тут? Бризон. Белая ворона. Член вашей семьи совершенно увяз в долгах. Его поступки навлекли бесчестье на него и на всю нашу семью. Заплатить долг? Отречься от него? Или не делать ничего? Нахер отречься? Пошел к чертям собачьим. Ублюдок. Это он сам виноват, что он повяз в долгах. Поэтому это не наша проблема абсолютно. Такс, ну ладно, вроде как пока что, пока что, пока что адридцы на нас не собираются идти. Так, три балла пришли посмотреть. О! Так, Македония тем временем взяла Одессус. Хочу заметить. Так, ну ок. Так, в принципе, как я вижу, пока что, пока что на данный момент Македонию никто не трогает. Обычно македошек сразу уже херачат. Блин, давайте пон, наверное, тоже сделаем. Что-то никто, блин, а почему понт ненадежнее внезапно стал, я вот это не понял. Потому что мы типа кинули сливкидов, ну и что теперь? Ладно. Ну, щиту поделать. Так, тем временем, я думаю, нашим уже можно выходить. Смотреть, что там, как за дела идут. И выйдем мы с севера на Эдессу. И попробуем ее атаковать. Меж тем, что у нас тут? Подрывная деятельность. Так, нападение на патруль. Ну, давайте попробуем прокачать. Идиотский герой. Так, меж тем, меж тем, у нас тут в Синопе пока что беспорядки начинаются, но это только временно. Так, ладно, смотрим далее. Так, в самосате, кстати, где еще можно еще понастроить. Так, у нас шесть пищи. Так, давайте усадьбу пока заложим, чтобы у нас не было в ближайшее время проблем с ней. И сейчас нашими армиями пойдем до Тарсуса. Посмотрим, что там. Заодно прочекаем сейчас, куда пошли селья вкины. Возможно, удастся выманить из ближайших городов армии. Так, смерть. Кто же у нас помер-то? Так, корабельный там. Так, Таран уже готов. Прокситель. Что же, жалко. Ну, я надеюсь, он помер своей естественной смертью. Так, ну, за место него-то, да, Арат пойдет. И, как я уже говорил. Блин, я хочу, чтобы все были на колесницах. Понимаете, о чем я? Так, пикинеры с бронзовыми щитами. Кто тут еще? Так, или пикинерчиков, что ли, доставить? Не, я, конечно, понимаю, что это самоубийственная вещь. Но, блин, колесницы крутые, на самом деле. Так, либо на царскую конницу. Ладно, давайте, пусть, пусть на царской коннице будут. Окей, ладно. О, влияние на придворных еще минус 30. Изгненный из вашей фамилии, этот человек предпринял все возможное, чтобы заплатить долги. Но разгульная жизнь взяла свое, и вскоре села его, нашли в реке. Ну, и, как говорится, помер дед Максим, и хер с ним. Так, тем временем, что у нас в военном деле? Так, стоимости вербовки. Стоимость содержания армии поменьше. Так, стоимость содержания флота. Так, у нас управление, тактика. Надо бы сейчас осаду изучать. Потому что мы уже сейчас начнем осаду Тарсуса. Поэтому надо со всей серьезностью это все делать. Так, смотрим агентам. Пока что раз сосредоточились они по всем городам. Короче говоря, берем Эдесу тогда. В этом случае. Так, ну что же, гарнизончик здесь такой довольно весомый. Поэтому, наверное, вручную сейчас начнем захватывать поселение. Потому что чую, что сейчас у конницы потери пойдут довольно весомые. Поэтому не. Крупные... Крупные гарнизоны мы будем брать вручную. Итак, штурм Эдесы. Арат поведет наши армии в бой. Будем потихоньку отнимать земли у селевкидов. Поехали. Идут последние часы Эдесы под влиянием селевкидов. Арат решил брать город с двух направлений. Собственно... С фронта и тыла. Войска расставлены и ловушка, капкан скоро закроется. Первую скрипку, конечно же, играют у нас слингеры. Брачники. Посмотрим, насколько хорошо они справятся со своей задачей. Так, не забываем про граждан всадников. И пока что, пока что наступаем пехотой. Также в любой момент пехоту может прикрыть коница. И потихоньку-потихоньку начинаем выстреливать. Так, пикинеры новобранцы. В первую очередь выстреливаем именно восточных прачников. Так, горцы и толпа. Горцы и толпа. Два отряда. Два отряда прачников у нас с вами. Вот на них лучше всего и сконцентрироваться. Так, пока что я вижу только один отряд. Ну ладно, давайте начнем уже поскорее. Так, а вот они и вторые, ребятки. Так, не забываем про остальную армию. Будем их немного страховать, скажем так. Подстрахуем наших. А с другой стороны уже идут. Тоже наши ребята. А вместе с ними и наша пехота. Доболь тайм. Так, обратно, обратно, обратно. Идем пока. Стоп. Самое главное, чтобы на кони не попали. Так, а че это, че это за херня? Че-то наших так выбивают-то внезапно. Так, ну ок. Ок. Ребятки, пока выбиваем с этой стороны. Так, на пикинеров. Да, да, да. Давайте, давайте, давайте. Люблю мясо. Люблю стервилан. Обожаю просто. О, да. Лобовая атака. Прям, прям, прям на пикинеров. Че может быть лучше? Так, не боимся, идем вперед. Так, сейчас еще и к подошлу кавалри. Слушай, пикинеры сейчас заработают свой первый сервилат. Отлично, отлично, отлично. Обожаю, обожаю эти моменты вообще. Я так и знал. На самом деле. Твою мать. Блин, не успеваю, я контролюсь. Короче говоря, к чертям. Блин, так, пикинеры на обранце лучше, конечно, не идти. Прям на пикинеров. Короче, к чертям идем, все. Давайте сейчас зайдем с этой стороны. Каким-то одним отрядом. Еще подможем. Так. Ничего, все, нет. Давайте уже активнее, активнее, ребят. Активнее выбиваем. Так, тут у нас тоже обосранцы пикинеры. Так, тут у нас сейчас мясо пойдет. Так, тут у нас тоже, что ли? Ох, сколько много пикинеров-то. Так, хорошо, прикрылись так. Ну, а мы сейчас зайдем, зайдем по флангам. Так, ладно, пока разбираемся с горлосами. Ух, бля! Ой, сука, хитрожопые мрази. Так, коней... Нет, коней только не послать, я не хочу, дядан стайлы. Так, стоп. Так, знатную и КПДА-кик сейчас отправляем... Не отправляем, точнее, никуда. Так, а вот пехота пусть идет резаться. Так, сейчас пойдем, наверное, тогда конями, конями, конями вот в эту сторону. Блин, будет забавно, если мы сейчас просрем, блин. Чего, конечно, очень не хочу. Так, идем, идем, идем. Так, что у нас? Так, пикинеры тем временем возвращаются немного в другую сторону, в немного другую формацию. Окей. Так, как у нас дела, ребят? Так, гребанная толпа. Так, перестрелочки, ребят, перестрелочки. Расправляемся пока с прачниками. Надеюсь, что сейчас все получится. Раш с этого фланга, и потом зайдем в тыл, будет вообще шикарно. Так, проблемка. Давайте, на граждан. Так, у наших тут, конечно, не очень хорошие дела, но сейчас, блин, если, блин, успеем мы... Сука, давай, 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 блин. Чардж. Отлично, отлично. Так, или что, он не прошел, что ли? Херово дела, ладно, сейчас, надо помогаем здесь нашим. Писос, блин. Так, ладно, короче, ребят, тут у нас ничего не получилось. Так, все, зато с этими бомжами мы справились, и продолжаем сейчас с пикинерами разбираться. Так, конятся. Конятся и один отряд вот этих вот парниш. А, все, разбили, разбили, отлично. Продолжаем дальше идти, на новобранцах. Гоу. Так, идем, 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 идем. Ну-ка, давайте-ка пока, горцы, ребятушки, дорогие мои. Ты лякаешь. Так, вроде не успели. Так, надеюсь, что они будут в замешательстве. Так, Кападоши на обратно-обратно идем. Так, ну вот, сразу, сразу другие дела. Так, помогаем, помогаем, помогаем нашим. Блин, зачем вы направились, я шоу вас... А, блин, я опять забыл, что тут конятся. Бонтус, майлор. За короля, за царя, за отечество, блядь. Так, все, отлично, гаплиты их связали боем. Скоро от них ничего не останется. А наши бессмертные, наши бессмертные, ребят, пошли, пошли сквозь строй, ребят, давайте. Отлично, они уже протыкают. Софокла бедного. Так, отставить пока что. Давайте в эту сторону. Так, отходит обратно. Пока, ребята, что у нас в этой стороне? На этих лучших что-то творится. Так, ну здесь мы пока что уничтожаем пикинеров. Как можем. Ну, блин, терпим, терпим потери, конечно. Так, уходим, 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 уходим. Так, здесь, здесь нашим, конечно, тоже приходится не сладко. Блин, очень большие потери мы несем, ребят. Да, я думал, что автобой, конечно, принесет меньшие потери. Но здесь из-за своей невнимательности, конечно, я тоже очень большие потери сейчас нанесу. Так, попробуем коней вот так вот провести. Может быть, сейчас получится. Так, тут у нас толпа просто. Смотрите, сколько толпы, надо их выпурить однозначно. Так, давайте в темпе, в темпе, ребят. Завалить уже этого гребанного Софокла. И в бегство его обратите. Все, замечательно. Да, первую победу, можно сказать. Все, противники пали, но, блин, да, какой ценой, какой ценой, ребят. Эдесса наша, но теперь придется восполнять свои потери. Да, возможно, и не стоило бы, конечно, свои войска каким-то образом разделять. Но я решил, что так будет лучше. Но, тем не менее, знатная была битва. Мы сделали все, что смогли. Тем не менее, Эдесса уже в наших руках. Так, и оккупируем поселение. Так, ну что же, Арат, поздравляю тебя с боевым крещением, сударь. Теперь бы нам надо подождать, пока наша армия восстановится. Так. Эллинистическая культура. Так, давай, как греческий атлет ты у нас будешь. И командиром тебя мы будем звать. Что называется. Так. Так, перчи. Так, 9 тут войск. У нас 11. Так, в Эдессе еще 17. Ага, ну, гарнизон из 17 отрядов норм. Короче, как-нибудь, как-нибудь восстановимся. Интересно, сколько времени это все займет. Так, 5 ходов. Ага, понятно. Так, ну я смотрю, Эдесса прям явно на военизацию была сделана. Так, давайте пока тут снесем. Эдесса, пусть у нас мы вот эту провинцию, Миспотамию, я думаю, пусть мы лучше сделаем на торговлю. Блин, а кстати, говорят, заметьте, тут уже, так, Харакс остался, да, Миспотамия. Миспотамия, Селевкия, Эдесса. Нихрена себе. Раз, два, три, четыре. Очень такая большая провинция, Миспотамия эта. Тут, по идее, уже все поделено, на самом деле, между Египтом и сейчас вот нами будет поделено, поэтому нам сейчас надо отхватить Тарсус и Антиохию. Такие там два жирных пирога на этом торте, ближневосточном. Вот, и тогда с этими ребятками все будет покончено. И поэтому надо уже начинать брать Тарсус. Я думаю, сейчас этим мы и займемся. Силы у нас для этого более чем достаточно. Так, в самом Тарсусе надо заметить... Так, гарнизон из 13 отрядов. Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф, так. Короче говоря, сделаем следующим образом. Блин, конечно, вот эти чувачки из 9 отрядов мне крайне неприятно будет видеть, конечно. Так, может быть, еще понабрать или сразу уже пойти, даже не знаю. Еще раз смотрим, что у нас тут. Горцы, пикинеры, блин, ну так. Так, так, так. Восточные прачники. Так, знаете, пока что сделаем? Пока что встанем здесь в лагере у Клотарсуса. Если у нас, конечно, будет такая возможность, но нет. А в Дести пока пусть ребята, ребята-ребята отдыхают. Посмотрим, как сейчас будут действовать все левкиды на данную нашу провокацию. Тем временем в Никомедии, пожалуй, стоит еще парочку отрядов построить. Пусть будет штурмовая гейера и еще три отрядика. И смотрим-с. Так, с Египтом, кстати, надо сейчас законтачиться, задружиться. О, как. Интересно, интересно. Складываются у нас дела. Так, ну, значит, Тарсус мы сейчас непосредственно, собственно говоря, и захреначим. Так, с Ливией разорван договор. Это интересно, почему? Потому что, наверное, Египет пришел. Так, разгромить в бою армию сыны Зевса сели в Киды. Так, Египет-нарушитель. Так, Адрисское царство has been destroyed. Вот, отлично. Так, значит, фракция Карфаген больше не защищает этот протекторат. Тоже интересно довольно-таки. Так, Вифини и Понт. Что у нас тут? Да все тут у нас нормально, по сути. Так, что у нас? Какие перемещения перетрубаться это? Армяшки меня беспокоят. Вот в чем все дело. Так, ну что, давайте сразу брать Тарсус тогда. Тут, в принципе, так все понятно. Так, и к следующей традиции. К следующей традиции у нас, конечно же, будут они миротворцами. Боевый дух с войсками налетчиков, да, и общественный порядок будут поднимать. Чтобы было легче нам. Так, далее. Далее у нас Андраам. Ну, давайте в командиры дальше прокачиваюсь. Так, и что мы сейчас сделаем в очередной раз? Так, в Тарсусе у нас. Так, 15 отрядов даже еще больше стало. Окей. Так, до самосата, что ли? Дойти с ценами Рэй. Давайте сейчас сохранимся. Как раз убьем всех зайцев, может быть. Надеюсь на это. По крайней мере. Так, посмотрим, посмотрим, что там армяшки будут делать и все остальные. Так, Антиохиуба захватить. Вот в чем все дело. Ну и Тарсус тоже, в принципе, сойдет. Так, в Тарсусе, кстати, можно... Так, технологий нам не хватает, да? Сейчас мы построили бы дом винторговца. Недоход от местной торговли был бы очень неплох. Так, это у нас что получается? Минус 80... А, точнее 80, да? И еще общественный порядок был бы неплохой. Так, это у нас что? Улучшенные рынки. Во! Как раз то, что надо после осада делать. Так, поэтому пока что подождем. Так, с пищей еще надо решить проблему, но с пищей надо посмотреть. Вот у нас еще через следующий ход усадьба будет построена. Так, и все у нас будет норм. Так, Македония. Не хочет Македония договор о ненападении с нами делать? Ну, твое право. Хотя, в принципе, отношения у нас с ней вполне нормальные. Так, с Арменией ухудшаются дела. Ну, вот с ними надо смотреть глаз да глаз, на самом деле. Так, селегкины сразу запросили мирный договор. Не, ну что же, если ты будешь в Сатрапье мои, то... Даже 3000, да, предложили? Ну, еще оставить их в живых или как? Я бы очень хотел бы вот этот вот кусочек земли. Нет. Армения меня раздражает. Так, Аурсы, мирный договор, давайте. Так, отлично. Пергам вроде пока что не претендует на Антиохию. Я бы, мне бы взять еще Антиохию и все, я буду рад. Фух, 500 шантаж, охренеть. Ты пошел нахер. Еще 500 за него платить, а? Так, короче говоря, что я хочу? Я хочу сейчас пойти на Антиохию. Но нам сейчас надо, само собой, еще подкопить силы мальца немного и уже непосредственно тогда атаковать. Так, заодно сейчас давайте пообщаемся с Египтом, посмотрим, что с ним можно сделать. Что насчет оборонительного союза, блин, оборонительный союз они не хотят. Ну ок, по крайней мере, у нас, по-моему, с ним пон, да, и торговля есть. Ну, по крайней мере, мы стали просто надежными сейчас. Перешли от ненадежного просто к надежному. Так, вот пергам надо будет валить, однозначно. Когда мы сейчас завалим Антиохию, я думаю, мы подпишем тогда мирный договор с непосредственно с Ильевкидами. И у нас будет война на два фронта. Надо еще Армению валить тоже. Я чую, ибо им тут, я смотрю, не имется в трех провинциях. Надо завалить армяшек. Армяшек. И потом пойти только на пергам. Тогда наша империя, в принципе, меня будет устраивать. Но опасаюсь я тоже то, что они в скором времени тоже разобьются. Так, неплохо довольно-таки. И с ними будет трудно воевать, но... Тем не менее, думаю, сначала надо разобраться с теми, с кем у нас плохие отношения. От кого ждать первее всего удара в спину. Так, поэтому давайте-ка мы сейчас агентов пошлем вот сюда. Диметрий, посмотри, тут как тут дела у нас будут складываться. А дела у нас тут складываются не особо. Они набирают новые войска. Поэтому, поэтому, да, надо сейчас новобранца встроить. Опять же, обычных пикинеров я сейчас нанимать не буду, потому что разница между ними, она, ну, буквально-таки минимальна, на самом деле. Особо преимущества они не играют. Так, тут еще. Тут у нас, тут у нас еще у нас будет. Так, культурное влияние. Так, Антиохия тоже совсем другая провинция. Так, ну, тоже место сбора, надо прибыль получать от этого места. Так, Самосата Мазака, ну-ка, расширяем. Так, пять пищи. Так, можно, в принципе, в пищу тут все застроить. Можно, можно, можно и в копии. Так-с. Или в копии все-таки. Так, ну, Самосата тут вроде как никаких самоцветов нету, да, поэтому пусть будет у нас место сбора. Так, да, Монщик, давай-ка насаждение культуры делай. Пригодится еще потом. Так, ну и, в принципе, можно нашим флотом уже пробовать патрулировать, смотреть Черное море. Еще тут да как. Но этим мы займемся чуть позже. Пока надо строить, вынашивать план по захвату Антиохии. О-о-о. О-о-о, а че, а че они сделали? Погодите, вот мне, мне, мне че-то интересно. Это че такая, разведка боем, что ж? Нахер пошли. Это че за такая разведка сейчас боем была? Так, Тарпезон переменьшивый стал. Нет. Так, сейчас надо будет посмотреть. Так, все, Ливия, она окочурилась под влиянием Египта, как я понял. Так, враг отступает. И это хорошо, что враг отступает. Так, по сути, у них че тут? У них тут пикинеры, копейщики, так, метатели дротиков. Угу. Так, горцы, восточные копейщики. Бомжики те еще, на самом деле. Блин, я чую, что сейчас... Фу-фу-фу, ребятки. Я чую, что сейчас будет бобоном. Поэтому надо прачников, прачников нанимать. Да побольше прачников. Так, тут-то у нас сколько еще ходов? Три хода. Так, два хода. Так, тут, в принципе, еще ходит. Можно подождать их, в принципе, яростных. Химер тоже отправлять на поддержку, либо в Самосату, если все-таки армяне решат начать войну. Либо добивать силий вкидов. Бай Сигма. Так, тут у нас, в принципе, пехота уже... Уже практически в норме. Поэтому, в принципе, можно попробовать напасть. О, блин. Как-то он встал, так. Блин, влияние пересекается, да? Ну ладно, ладно, постоим пока что, постоим. Так, и начнем финансовые дела делать. Так, у нас тут улучшенные рынки, по-моему, да, надо. Еще не прокаченные. Вот, поэтому с них и начнем. Так, еще раз посмотрим на дела, что у нас тут. Ну, в принципе, трапезунт, он хоть и ненадежный, но все равно довольно-таки дружественный. Смотрим, что пока что армяшки будут делать у нас с вами. От этого и будем плясать. От того, как они дальше будут действовать. Ну, пока что они никаких наступательных действий не предпринимают, что хорошо, мы выиграли время. Так, амброзия, что у нас дальше с членами нашей семьи? Что не так? Что не так? Давайте попробуем вместе поработать, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что все будет нормально. Так, тем временем, давайте... Так, у нас лимит по агентам, да? Жаль. Так, ну все, в принципе, можно идти. Наслаждать антиохию. Так, пока что легкая... Так, легкая галерея, да? Тарану у нас пока нет. А, блин, я опять забыл ту тупую систему второго рима-то. Господи. Ладно, тогда мы подведем подкрепление и сразу возьмем антиохию. Тяжелая победа, решительная победа. Тут, на самом деле, все и так предрешено, поэтому... И у нас... У-у-у! Повышен империя, отлично! Итак, ну, в принципе, самые злачные места мы себе взяли, отхватили и... П-п-п-п-поп, у нас еще остался Саламин, да? Саламин, Саламин, Саламин. Хотя, с другой стороны, нужен ли он нам? Вопрос, конечно, интересный. Но я думаю, что нет. Я думаю, в принципе, на этом этапе можно уже попробовать с селивкидами уже и замириться. В принципе, мы так неплохо расширились. А тут мы непосредственно уже граничиваем с Египтом. И я думаю, селивкид обрадуется. Ну, я надеюсь на это. А, ну и тем более, у-у-у, они потеряли все свои земли, ребят. Так, раз они потеряли все свои земли... Раз они их потеряли... То можно, конечно, и сплавать. Так, ну я думаю, Пергам первее будет в этом начинании. Поэтому их все равно сожрут. Ну что же, ну, в принципе, нас можно поздравить с тем, как мы в Трирыло, да, то есть с Пергам, мы, Понт и Египет напали и растерзали некогда великую империю селивкидов. Теперь их больше отныне. Ну, можно сказать, что уже не существует. Останутся клиенты, останутся марионетки, но селивкидов, конечно, знатно мы съели в Трирыло. Редко, когда такое можно увидеть, но тем не менее, это произошло. Что же, расклад у нас на 234-й год вот такой, да. По сути своей, что у меня дальше в программе? Сейчас посмотрим, кто первый доберется до селивкидов, либо Пергам, либо мы, но я думаю, что все-таки Пергам, наверное. И потом мы свои армии развернем на Армению. Потому что что-то отношения у нас с ними все ухудшаются и ухудшаются. Они около самосады крутятся-крутятся своими армиями, и вообще меня это все не радует. Как только мы присоединим Армению к своему царству, по сути нас будут окружать союзники в этой части карты. Блин, за одну серию прямо съели мы селивкидов. И у нас будет столкновение интересов с Пергамом, потому что я хочу малую азию целиком и полностью к себе. И поэтому будут эпичные у нас схватки с Пергамом, но это будет, ребят, позже. А пока что такие дела. Селивкиды, по сути своей, перестали существовать. Я, знаете, даже что сделаю. Селевки, а не хотите ли вы стать... ...моими подданными? Ну, хотя ладно, не, я думаю, у нас слишком херовое отношение с ними, поэтому они, скорее всего, откажутся. Ну, это мы уже увидим в следующей серии, ребят. Итак, с вами был Диамыч, это прохождение за понтийское царство. У нас все очень даже охрененно, все очень даже неплохо. Вот благодаря правильной внешней и внутренней политике можно творить чудеса. А за сим я откланиваюсь и встретимся с вами в следующей серии. Пока-пока. Архепонт.